Павел Троценко Минус 10-15 Вы теперь знаете, когда нас заготавливают черенки Правильно? На весеннюю прививку С величайшей ответственностью Идете к живому маточному дереву Только молодому И секатором отрезаете почти весь прирост Этого года с юга, с запада, с востока Там, где лучше всего освещается И он мне задает вопрос Подскажите по черенке Почему только с молодого надо сведать? Знаете, точно объяснения нет Есть, существует официальная точка зрения Что дерево должно вырасти Оно должно заматереть Оно должно Там много терминов Вот В народе это можно устаканиться Еще как-то Вот Значит Стать таким, что ли Заматереть, как угодно Вот И вот тогда надо ветки резать Вот тогда она передаст Качество Этого дерева Уже как бы Наверняка А я пишу молодого А и мне А молодое дерево Оно же не устоявшее А там же бродит то Бродит это Вот И спрашивает Троценко Тут все верно А я беру И говорю Смотрите Видите так Вот В этой паре Я всегда Не беру черенки Вот в этой паре Видите Я же не говорю о том Очень много почек Вот Здесь бродят Гены Они бродят так Что действительно Получается Черенок срез Он уже и не папа И не мама Вот Но Мне не удавалось У меня был крайний случай Да У меня получилась Фаина Из трех этих У нее как бы Называли У нее три родителя Да Вот Она Оказалась Ну представь себе Королевский академик И манжелис Она показалась Плоды были 80 граммовые Так Вкус Вкуснее всех Трех родителей Оказалось Так Одна крайность И откуда мне взялся Артем Это не официальный Артем Который на Дальнем Востоке Ну я называл Артем 2 Назвал часть Сына Оказалось Ну Как бы Сына зовут Артем Оказалось что я случайно Повторил название Вот А он оказался Академик Переделанный Плоды Стали Мельче В 3 раза Меньше Вместо 100 граммов В среднем Получил страшные Рекордные урожаи По 25 Вильям с молодого Дерева Вкус Улучшился Несколько По сравнению С академиком Академик не считается Самое вкусное дерево Вот И Остальное 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 По середине Были у меня Королевские 40 граммов 80 Под 100 Буквально Все поперепут Зачем с ним А он у меня Как бы Самый худший Вряд А чем он худший На этом дереве Видимо Несколько градусов И потерял А на академике Пол ядра Висит Вот так Испортил я сорт Вот и вдумайтесь И причем Это не значит Что каждый раз Неудача Я же говорю Фаина же Оказалась сверхудачей Только из-за Фаины Надо было Родиться На свет Кстати Фаина плывет Каждый Заплодной Стрельщик Она уже другая Ну а что поделать Да не устоялась Ну и что Сейчас пойду Застрелюсь Или не надо В общем Я сторонник А вот это Другой случай Правда Я видел Ну чтобы Это как бы Узелок на память 110 грамм Опять же Возьмем С него косточка Что будет Не знаю А я его хочу Сделать 130 грамм Так Так же как Мичуринский Укрупнился В два раза Вот Ну Будет здоров Я привью Посмотрим Что будет дальше А вы Кому Это Следите за этим делом Повторяйте Заказывайте Вот Знаете как Вот сегодня Ноль Пустой участок Через пять лет Все в плодах 100 200 300 деревьев У кого Походите вокруг Кроме этих Лживых питомников Ничего нет Вот это Вот это 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 моя Как называется Постулат Вот Это результат Тысяч прививок Вот Имейте ввиду Заготавливайте Оставляйте На развитии Здесь А не А потом Вместо одной Такой Получите Три таких Чуть короче Будут Почему Я выбрал Не самую толстую Вот видите Вот эти Вот эти Это однолетний Пророст Вот Вот оно Чем хорошо Молодое Это дерево Вот это Однолетний Пророст А попробуйте Взять Чернов Замучитесь С него Попробуйте Сделать Косовое Срез Древесина Твердая А надо Чтобы идеально Было Два среза Подвой Привой Чтобы идеально Было Вот это Компромисс Все таки Нижняя часть Но ветка Не самая И вот что Интересно Когда мне Удавалось Таких Получить Эти Самые Самых Толстых Это все На продажу Я вам такой Вышли Вы меня Пошлете И потребуйте Деньги Обратно Научитесь А у вас Будут Почти Все мертвые Когда я Наловчился И начал Таких Толстых Делать У меня Ну а у меня Свидетели Фильмы Фотографии У меня За один год Начиная От земли Прививка Два Два с половиной Метра Прирост Представляете Вот с таким Скелетом За один год Но для этого Нужно Наловчиться Это мой совет У нас система Прививки Надо научиться Делать Прививки С толстых Веток И брать У основания Штамба Вот То есть Ну у основания Ну вот если Взять вот этот Штамб Как можно Ближе к штамбу Ну и оставлять Вот это На развитии И не забывать Что две Три почки Еще и спящие Вот Они заменны Как в случае Если бы эта ветка Сломалась Или в данном Случай Отрезавая Высказался Так Я по теме Теперь Это Принес Очередные Черенки Вот Эти самые Роскошные Вот Это академики И Верхушки Выбросил Это Мусорное Ведро Вот А И еще Учитывая Для меня это Второй сорт Я с них тоже Мог получить Прекрасные деревья Прекрасные урожаи Вот Ну это как если На Жигулях ездить Не обязательно Я говорю Больше всего понравилось Не знаю Смотрит ли меня Товарищ из Германии Наши русскоязычные Там живет Работает Вот Ездит На Мерседесе По-моему И когда я так же сравнивал А он же как бы Наш уже и не наш Я говорю Ну это самое Отказались бы Ездить на На Жигулях Первой модели Вот это тот знаменитый Полуитальянец Конечно бы ездил Знаете какое Печатление И вот тогда я говорю Да это Жигуль первой модели Вот это вот Если бы я приехал 35 лет назад Если бы вот это ведро Перенести на 35 лет назад И когда нет ничего Вот Я бы Пошел банк Взял кредит Заплатил бы любые деньги Только чтобы вот этот Веник оказался у меня А он оказался В мусорной яме Вот Почему? Потому что ни один питомник Ни один институт Никому ничего не надо Вот А нет Все таки Ваулин Я уважаю Единственный Ваулин Вот Гриста Юрьевич Он мои косточки заказал Саженцы Показывал 12 лет назад И последние 2 года Показал Косточки Так что я обманул вас Науке надо В лице единственного представителя Еще раз Чем дичее Дикарь Это груша Уссурийская Тем хуже прививки Еще раз Скелетные прививки Они буквально Жирают Сильно Большое противоречие Таким путем Увеличить Такого дикаря Морозостойкость Очень сложно Очень Почему? Вот это новые сорта Я их получил Из посылки Результат вы видите Тут еще где-то Есть не видно Отсюда Еще одна мертва прививка Где-то тут В тени Дела как видите Хреновая Потому что Вот это пошла Но она потом погибла Вот это пошла И все-таки На другой год погибла Откуда неудачи? Это важнейший момент Это мое открытие Вот Еще раз говорю Вот здесь Я этого не сделал У меня не было ни сил Ни времени Я должен был Когда вот это Раз И вот это два Видите? Пошли Просто Там где-то Из десяти Нет Из восьми Было Примерно шесть мертвых Два живых Так вот Несколько дней Потом тоже Разбился Ну вы знаете Что такое авиация? Это авария Бесконечная Я же был этим Самое Сыном военного Военного техника Вот Ну только Помню детское Вспоминание Похороны Летчика А что ты делаешь? Самолеты такие были И крепали только так МиГ-15 Вот Это была как бы Запланированная авария И здесь получается Что следующий самолет Лучше Следующий лучше Так и тут Надо несколько поколений Вырасти И потом Уже Берем дикаря А я так делал Я дикаря не усовершенствовал Вот И уже ветки Привучены к дикарям Вот эти вот Сейчас привучены к дикарям Это будущее Всего садоводства Такую работу Никто не ведет Откуда я знаю? Я говорю Обращаюсь Я там три фамилии Называл к ученым Которым я дружил Ну не буду называть Ни одной А то неудобно А где вы? А маточный сад Огромный То есть оказывается В то время еще Были маточные сады И саженцами Этот питомник Тот торговал Про который я не называю Какой именно Я спросил А естественно Челенки у них свои Это понятно А где берут подвое? А нам присылают Как Чего и влезть подвое? Ранетка Это Пурпуровая Говорят мне А как присылают? А мешок присылают С другого питомника То есть у них это идет Как Взаимнообразно А чего удивляться Если каждый раз Снова По двое Разве добьешься Вот этого Такого результата Нет А сейчас у Сергея Вон 100 штук Привет абрикосов Или 100 штук Яблок Видели? Сами все живое Еще покажу Так поехали Значит тут Мы с вами разобрались Я за молодежь Вот А меня не смущает То что я порчил сорта Как Кордюм Сказал Ну он в хорошем смысле Сказал Что железо портит сорта Не в том смысле Чтобы меня критиковать А наоборот Вот что Дело не в том Чтобы сохранить Все качества Мы же Как минимум Рассудка Севеличим Зачем нам сохранять? Так Чтобы подготовить Привой к прививке Это как бы я Учу По моему из книги Чтобы подготовить Привой к прививке Сначала срезаю Концы торцов черенков Чтобы освежить Одни сутки Выдерживаю Тало снеговой Или дождевой воде В холодном Темном помещении Запомнили? Кто получит от меня черенки Вот Когда Бывают сухие Получайте не от меня Они же прям сморщенные Нам больше надо держать Я имею ввиду свои Потому что я Свой опыт Вариант из материалов Других авторов Подсахарной воде Я пробовал подсахарной воде Но у меня результаты получились Хорошие просто в воде В талой Снеговой Да с под крана Вот Ну подсахарил Несколько сезонов Вот не лень была Вспомню Пол чайной ложки Штакан раз Размешал Помогает Потом не лень Я не подсахарю Ну медовое вот это Это действительно С этого С литературы Вот Я специально говорю Не пробовал То есть хотите Проверьте Хотите проверьте И Павел спрашивает Так Так Теперь Это черенки хранения В холодном погребе Вот Плотные Они не пропускают Ни в воду Обычные мешки пропускают Еще раз И в воздух И в лаву Вот возьмешь Допустим Обычные Вот их называют пищевые Вот возьмешь Закрутите Поставьте в воду Видите что вода Проникает прям сквозь него И сохнут тоже И Ну долго Процесс Но все таки Сказывается Погреб Хорошо Что там всегда сыро Плотные мешки Плотная упаковка И никаких Внутри Как вот Кто-то учит других А вот эта Тряпочка мокрая Ага Груша сгнивает Я проверял Вот хранение Нормальное Потом остается Только вот так Раз и все И Ну по крайней мере Мой способ хранения Не влияет на качество Я так считаю Это вот тот самый Из посылки Еще одна посылка Мне прислали фотографию Вот пришло от железа Вот Значит Качество черенков Вы видите Так Проблема На качестве черенков За всю жизнь Раза два Кто-то говорил Что Суховаты Вот У кого-то Проснулись Ну Попадает тепло Даже за 10 дней В посылке То умудряется Особенно Знаете Что Черешня Кстати я черешню Нарезал все-таки Но что Все равно Обрезку делал Я впервые Нарезал черешню Первые Всю зиму Я не продал Ни одного черенка Вспоминайте И прошу прощения Я думал Будут страшные морозы Морозов не было Сейчас я их Нарезал Штук 15 Черешня Бодна Заказываю Вот нашел Цитата Из книги вашей Обычно Применяют Трехпочковый Черенок И Переставляют Два черенка Если Соответствует Размер Пенька Это Дает Максимальные Шансы На выявление Именно Ростовой почки То есть Здесь 6 получается Так 6 Почек Вот Действительно Максимально Сейчас Поймете К чему я Я Каждый раз Стараюсь По другим Углам Зрения Вопрос Ростовая почка Лучше Чем Плодовая Или Устаревшая Точка Зрения Она Не может Быть Лучше Ростовая почка Если Ростовая Она Предназначена Для того Чтобы Сделать Скелеты Чтобы Рост Скелет Плодовая Чтобы Давать Плоды Вот Но Это Все Когда Нормальное Дерево Выросло Сеянца Вот И Растет Себе Никому Не мешает Если Ей Плохо Расти Вдруг Вместо Того Чтобы Расти Она Вдруг Закладывается Уже Как Плодовая То есть Плодушка Почва Не та Быстрее Быстрее Дать Урожай И Умереть Или Уже Подозрение Достаточно Чтобы Вдруг Это Не Климат Есть Такое Выражение Ну Не Климат Так Подмерзание Произошло С видом Может Не Видим А Следующий Год Бах А Она Еще Там Три Четыре Года Она Должна Еще Шесть Семь Восемь Лет Спокойно Расти Это Называется Ювенальный Период Ювенальный Ювенильный Как Правильно Я Забыл Вот Юве В общем Детство Допло Дношение Это Детство Она Должна Как Можно Позже Заплодоносить Значит Не Климат Уже Почва Не Так Уже Раньше Можно Заплодоносить Далее Подмерзла Заметно Незаметно Подмерзание Она Уже Опять Быстрее Дать Урожай Вот Эти Искалечили Взяли Это Давай Резать 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 Искалечили А Она Все Семечка А Возьмем Привитая И Получается Что Она Должна Еще Заплодоносить Прививка Это Уже Калека Так А Потом Мы Берем Пусть Не Самое Взрослого Дерево Но Все Так Мы Берем Прирост Последнего Года Дерево Может Быть Два Три Пять Лет Пусть Растовая На ней Не Видно Никаких Плодовых Почек А Она Взяла И Заплодоносила Раньше Времени На Это Все Спасение Через Потомство Теперь Смотрите Разное Предназначение Казалось бы Ничего Спорить Но Тут Случается Следующее Вот Мне Тут же Вот Стоит Я говорю Там На Небе Кто-то Заничь Тут же Этот Самый Алексей Виноградов Это Ваша Работа Вы Мне Прислали Два Если Я не Ошибся Вы Мне Представили Два Ролика Вот Первый Из них Вот Это Многочисленное То Что Стало Нашей Бедой Все Кто Не Лень Становятся Учителями Вот Очередной Учитель Сейчас Вы поймете Вот На этот Вопрос Который Звучит Так Интересно Лучше Чем Это Некоррект Вообще Вопрос Лучше Каждый Умеет Свою Преимуще Плодовая Раньше Плодовая Это Самое Что Лучше Пиво Или Бутылка С-под Пива Ну А так Здраво Ну Что Лучше Не в ладоши Пиво Значит Бутылка С-под Пива Нужна И Пиво Хотя Жару Выпить Получается Как Можно Сказать Что Лучше Бутылка Или Пиво Жидкость Так И тут Смотрим Итак Она Мне тут Знаете Я пока Думал Думал Раз Ролик Открываю Итак Есть такое Понятие Зимняя Прививка Мы Проходить Не будем Я Изучал В этом Самом Когда Меня Степанов Генеральный Директор Пригласил С намерением Переманить К себе В Челябинск Крупнейший Питомник России И Вот Я Значит От Скуки Смотрел Как Делать Зимние Прививки Не Буду Рассказывать Но То Что Вы Видите На Картинке Это Так Это Страшная Ошибка Этой Дамы Которая Говорит Подвой Сеянцевый Все Отлично Молодец Сеянцевый Привой Вот эти Вот Яблоньки Она Привила Привала Зимой Они У нее Были Наверняка Знаете Как Там Особая Технология Вначале Привили Сунули В ящики Специальные Сырые Теплые Они Там Срастаются Смотрите Но Спят Срастаются Но Спят Заметьте И Вот Она Когда Пришла Пора Может Быть Это Было Уже Перед Высадкой Да Может Она Проворонила Момент Надо Ворачиваться А Может Быть Это Еще Зима А Они Уже Пошли В рост Но Как Пошли В рост Они Зацвели Вот В отличие От нее Я Утверждаю Что Зацвели Ростовые Почки Я Называю Комбинированные Они Зацвели Только Потому У нее В чем Ее ошибка Запрещается Это Очень важно Павел Николаевич Ее ошибка Запрещается В ее выводах Ах Говорит Она Нам Говорят Что Ждать До урожая Даже Если Привито Три Четыре Пять Лет Так Примерно А Она Вот Еще Только В этом Детском Садике В школе Она Уже Отшветет Выходит Не правильно То есть Она Решила Смотрите Что Когда Вот Это Посадит Кстати Когда Она Посадит Она Взяла Еще На наших Глазах Зрители Этого Ролика Оторвала Цветочие Почки Ворана Ровно Да Но Сам Факт Что Зачвело Не Понимая Что Такая Комбинированная Почка Которая Выбирает Судьбу Расти Или Цвести Одна И Та Же Почка У меня Такие Фотографии Есть Их Не много Не Больше Пяти Шести За всю Жизнь Но Есть Тогда Я точно Убудил Что Они Комбинированные И Вот Значит Ее Вот Это Удивило И Она Решила Что Ага Вот Она Теперь Такой Технологии Она Теперь Посадит Вот Заметь К чему Я Клоню Вот Эту Саженец С Корешками Все И У нее С На следующий Год Урожаи Будут И Опять На следующий Год И Опять Жаль Неудобно Рисовать Или Показывать Кукиш Ни черта Не будет Она Дальше А вот Это Случилось У меня Таких Фотографий Полно Очень Часто Так Как Им Очень Некомфортно Они Цветут Цветы Не обрывайте Рядом Цветком Обязательно Будет Эта Жапочка Даст Еще И Побег Просто Не обращайте Внимание Никакие Выводы Ее Неправильные Это Не взрослое Дерево Отвалится Нет Не Оторвало Бы Отвалится И будет Расти И еще Год Она Будет Ждать Вырожая А если Даже Даст Один Два Яблочка Даже Их Силы Потратить Дерево И уже Она И так Допустим У нее Жалко Это деревце Будет По полметра Просто Давать Из-за того Что рано Даст Одно Два Три Яблочки Еще Короче Будет Короче Для меня Вот это Все Жалкое Зрелище Вот Лучше бы Она Подождала Весной Нормально Привила Угадать Она Не смогла Засвели Рано Но ее Удивило Что Вот Как видите Взрослое Дерево Перед ней Вот это Самый Обман Еще Павел Троценко А это Опять Меня цитирует Так же Не знает Современное Садоводство Что Почки Даже Рядом Расположенные Почкам Розен Фото Страница 60 И это Фото Даже Комментировать Не буду Всем Понятно Большинству Уже Почек Это я В книге По-моему Писал Большинству Уже Почек Предназначено Судьбой В смысле Программы Развития На прежнем Месте Жительства Превратиться В плодов Ветки Коротышки На фото Слева А их Вырезаете На прививку Они Дорастают До метра Полутора И стоп Программа Роста Выполна Могут Дать Даже Рескоплодов И сколько Радости Поняли Я к чему Говорю Вот они Вот вам Ростовая Почка Вот вам Цветочная Почка Вот Старты Условия Были Одинаковые То есть Если бы Я Вот эту Не привил А привил Одну А такие Тоже Приходилось Делать Допустим Расщеп Две Помещают А я Из экономии Одну Вставляю Вот Она Вот такая И ничего Что-то растение Хочется Я вам еще Покажу Вот так Я еще Много Покажу Так Теперь Где-то Прозвучало Так Немножко Как так 40 градусов А она Цветет А она Плодоносит Значит Еще раз Это Примитые Деревья Не Примитые Синие Пострадали Последний Год Вот это Вот Забор Он Белого Цвета Он Отражает Те солнечные Лучи С этой Стороны Теплый Дом Вот вам И микроклимат Приезжает Ко мне Анализка Сказан Делает Статью Спасибо А я Не скрываю Сказать Что я Сделал Дерево Перси Которое Выдерживает Хоть баханы 40 градусов Я не Утверждаю Это Микроклимат Микрозоны Вот Но Для того У нас И мозги Чтобы Создать Дерево Оптимальные Условия Вот Это Прививка Которая Зеленая Это Привитая Вруша А вот Это Я не заметил Снизу Полезла Вот И лезет И лезет И лезет Так И я хочу Сказать Что Мне Задавался Вопрос Я на него Несколько раз А мне Все продолжают Письма Паники Люди Что делать Снизу Лезут Почки Выламывайте Вот Не выломанная Идет Так Теперь Она Доминирует Потому что Это С корнями Родной Дичок Он победит Эту прививку Конечно Надо Вовремя Выломать Вот Для Селекционеров Цены Нет Можно Оставить Ее Ну Можно Как-то Ее Немножко Держать В тени Чтоб Она Не преобладала Чуть Подрезать Вот Таким Образом Чтобы Дождаться Урожая Посмотреть Не изменятся Или плоды Плоды Могут быть Уже Подвойные Вот Знаете Как Получилось Тоже Опять Не называю Я Фамилию И не называю Я Ученого Я же говорю Я всего лишь Тремя Дружил Сибирскими Но Они местного Разлива Они никакой Погоды Не делают Вот И поэтому Я остался Тоже Безвестности Они тоже Вышли на пенсию Честно Отрубили Своё Ну Понимаете Вот Я Допустим Называл Фамилии Говорил Это Одни из Этих Источников Наши Сибирские Научные Учреждения Послужили Первоисточниками Нашего Феномена Мы же тоже Где-то Раздобывали Материал Правда И вот Получается Так что Я задаю Вопрос Говорю Всем Задал Вопрос У вас есть Уссурийская Груша Деки Нету А почему Такая Недавно Гибридная Стали Правильно Вот Один из Способов Гибридизации Так Беларусь Значит Читаем На верхнем поле Сами Прочтите Нижняя часть Просматривая Ваше учение Константинович Нашел для себя Похожий метод у вас Вы тоже Практикуете Прививки Ранее весной Маркина Накрываете их Бутылками Вопрос Вопрос К вам Константинович В чем Преимущество Таких Прививок За окном Еще зима Начало Весны Еще покоя Находится Тепла Нет Сокодвижения Нет Привки Проживается Огромное Спасибо За ваш Труд Ваше Умчение Берегите Наш Вверх Я сделал Своё Открытие Если взять Март И часть Апреля Когда еще Нет ни одной Почки Не проснулась Вот Земля И твердая Еще Вот И вдруг Я обратил Внимание Что Очень быстро Утолщаются То есть Вроде бы Они не растут А они Кругнее становятся Как тут Не вяжется Это Я прохожу Школка Думаю Ну Не Они не годятся На прививку Это Это Март Еще Снег Лежит Апрель Еще не росло Ничего Смотрю Они утолщились Но это Одно Просто Такое Наблюдение Которое Непроверяемое По принципу А вдруг Черт Попуту Вдруг показалось Хотя Кто-то Так же Мне Не один Я такое Заметил Теперь так Вы пишите Степла нет Сокодвижения нет Смотрим Вот что Получается Даже Когда Солнце За тучами А вы Помните Кто из вас Машины водит В машинах Сейчас Это не то Что раньше Стекла Было меньше В машинах А сейчас Так она Вся Светится И вот Любой автомобиль Становится Легковой Становится Теплицей Или парником Вот В нем Всегда теплее Даже если Двигатель Холодный Так и тут Обратите внимание Снег лежит Под бутылкой Вон и Ни капельки Влаги Вот даже Вот это И солнца Нет Но даже Через тучи Все равно Несколько градусов Добавляется Вытаяла Вокруг земля И Начался Процесс Я так догадываюсь Я не проверял Инструментально Но несколько градусов Плюс есть А значит Идет сращивание Раз Там Влажность Под сто процентов Два Значит Обычай как Если бы не было Бутылки Он хочет Прижмется А хочет Останется Мертвым Сухим Потому что Действительно Еще столько движения Нет Нечему передать Земле А здесь По-моему Красная Фотография Согласитесь Вот Хотя тем более Вот сейчас Уже Видите Уже Раздеты Все Ночник лежит Здесь уже Градус Опять есть А Сибирика Учего Жара Вот он Уже В это время Прививается Вот Что получается Под бутылкой В течение Ну надо было Допустим Ждать бы еще Сакодвижения Еще здесь Сакодвижения Нет И выгадывается Где-то месяц А чем Сибирь Отличается От Европы В месяц Не хватает Весна 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 Не хватает Осень И когда Нам кажется Что Дерево Закончил Сезон Усула Знаете Сколько Было Зим Когда У меня Весь сад Стоял Зелеными Листьями И каждый раз Я ходил С ужасом Но он В этот раз Погибнет Но правда Не погибали Но и хорошего Мало в этом Не хватает Сибирского Лета Оно Жарче Значит Созревание Идет быстрее Оно как-то Частично Компенсируется Но не совсем У нас осень То ранняя То поздняя Как повезет И получается Что Вот эти бутылки Они добавляют Месяц Вегетативного сезона Как минимум Я даже Здесь передача Была популярна Сейчас уже не так Что где когда Вот Я туда отправил Видеоролик Они показать не стали Я хотел Чтоб они произнесли Эту фразу Догадаются Нет Что сезон То что сращивание Скажут Да Эти Знотки Должны были Догадаться Я так и писал Скажут Что там теплее Да То что Раньше Это самое Да А главная Ключевая фраза Для них Была бы у меня такая Я думал Ответят Не ответят Вот Оно бы кому-то Может сильно Просто показалось Что Компенсация Дет такая Что осень Должны вызреть Вот эти мои сайты Отличаются От других садов Вот Именно Эта бутылка Прививка У земли Видите И вот здесь Как раз Эта лента Она чем хороша И помните Я на экране Есть у меня фирм Я там Вот так Разрываю Причем без этого Без рисовки И вот тут И вот это Вот сейчас Вот так Вот так Вот так Вот тогда Сращивание получается Потому что Все таки Мы сейчас с вами Много фотографий Я покажу Все таки там Огрехи Уничтожаются Благодаря вот этой силе А то что Не надо прилагать усилия При обмотке Я уже читал Но не согласен Вот Этот же способ Позволяет Менее безопасно Переносить Этой же весной То есть Представьте себе А мы Я допустим Не выкопал Ну не выкопал Ладно Он остался На старом месте Еще год Видите Вот эти корешки Да Они относительно Они немножко Искалечены Но в данном случае Ну я думаю Причем Такое количество Их 90% Они все таки Целые Согласны? Сильно много Вот этих корешков Вот А оставил бы я Еще год Он бы вырос До высоты Ну хотя бы Полутора метра Это самое мало И корни бы Расползлись Еще на полтора метра По диаметру Самое мало Представляете Как бы пришлось Срубить корни Я предпочитаю Это делать В этой же весной Вот Ну Бывает Они Мертвые Но это редко Очень редко Вот это Один из моих Ценных советов Я считаю Очень ценный Вот к тому же Только вчера Или сегодня Я разговаривал С садоводом Меня очень много Призводят Говорят А я могу Прямо это В лесополосе Их прививать Я делал Прививал Маскировал Но переносил Не осенью Все таки Заметная осень И скотина Прямо по тайге У нас эти Коровы входят Ходили Сейчас Куда-то съели Но ходили В то время А Мало ли там Грибников Короче Я в этой Допустим Привил Прямо по тайге На Сибирке Подождал Месячишко И Вижу Тронулись Почки А тогда Еще половина Не приживалась Тогда Я только На начале Пути А вторая Полина Приживалась Вот тогда Я брал И с ком Взяли Переносил И вам советую Вот эта фотография В прошлом году В этом году Там учитывая Что Этого мало Знаете Я потом Отсюда Выбирал Персики Еще Серега Рязал Он делает Грубую Обрезку А потом Уже тонкую Вот А тут Были персики Их даже Несколько Черенков Еще спас Персиковых Вот Вообще Богатство Неимоверное Это не Сухие ветки Которые Якобы Там Может дерево Мертвое Это обрезка Для того Чтобы Они дали Приросты Вот Я Еще Фотографию Не успел Сделать Вчера И И Улегся Спасением Серенкова Сергея Потом Попробую Догадайся Для какой Сорт Ходил Ходил За ним И Заготовку Дел А Фотографию Наверное На следующем Вебинаре Покажу Как Выглядит Из количества Деревья После Специальной Обрезки Но это Горе Такое Сад Был бы В два раза Больше Площадь Было бы Хватило Места На прививки На выращивание Саженцев На прививку И Маточный Сад Для обрезки И Маточный Сад Нетронутый Который Имел бы Максимальную Мирозостойкость И Максимальное Здоровье И Это Называю Запас Прочности Которому Я бы Не подходил Секат А пока Вот это Горькая Судьба Так Знаете Как это Выглядел Начался 11 соток Платил 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 Больше Двух Миллионов Сейчас Имея Полгектара Про остров Пришлось Забыть После пожара А Имея Полгектара Больше Двух Миллионов Кусочками Прикупал Прикупал Самый Жирный Кусок Миллион Потом Был Полмиллиона Двести Тысяч Сто Тысяч Вот Мы Стране Не нужны Вот так Калечим А потом Все думал Ну правда Все равно Не должен Погибнуть Сад Но были Времена Когда думал Ну вот Страшно Зима идет Сад будет Мертвый И я окажусь Болтуном Только потому Что я Извечил Своими руками Вот это Вот Груша Примитая Я хочу Лишний раз Подчеркнуть Когда Ветка Которая Была Боковая Отрезается Берется С нее Черенок И вот Эта почка Насильно Делаем Вертикальной Естественно Она и выглядит Как-то Более безобразно Посмотрев Семьцами И вот Положено Вот это Все Отрезать А здесь Получается Так Откуда Берется Еще раз Хочу сказать Вот эта Ненависть Она связана С Такой Тупизной Тех Кто это Пропагандирует Вот Я Три дня Нет Пять дней назад Я был На Енисея Там Прямо На Енисея Через Дорогу Частные Дома Стояли Там Вот так Фотографировали Ну Дышали Сижу Воздух А Открылась Дверь Я Еще Надеюсь Мужик Сказал Помогите Мне Специально Эту фотографию Вот Чтобы не забыть Про этот разговор Он говорит Зайдемте У меня там Сад совсем Что-то дохлый Мы зашли Он говорит Подводит И вот такая же То есть Я потом Специально У меня Еще телефон Но после этого Посещения Мы договорились Что я приду Делаю фильм И сделаю фотографии И телефон молчал Сегодня я заехал Вот Вижу через забор Смотрю Гараж открыт Машины нет И видимо Все эти дни Недоступен Видимо уехал А там У него Он У него Все штамбы Были в воде Стояли Вода еще замерзшая У нас То есть Почва у нас Еще замерзшая Я прям Руку туда Свал вот так Руку Столько воды Все штамбы Яблоки Они все полудохлые Но они уже Сдыхают Не первый год Они выбросили Вот такие эти Я потом покажу Это реальный сад Живой То есть Как надо убить сад Вот И они выбросили Все такие побеги И он меня подводит И говорит Ну что Вот это отрезать Я ему тут показываю Справа ниже Вот такая же ветка Ну вот нет фотографии Ну я старался Ну договорились Все Ну видимо уехал И с концом Вот Я сделал сегодня Фотографию Вот так Сверху через забор Но они издалека Не то Потом покажу Реальное Реалити шоу Так вот У него вот здесь Вот искалечено Вот тут вот Прямо вот Страшнейшая рана Так А вот это выбросило Побег Я говорю Понимаешь Его Юрий зовут Я говорю Юрий Он меня знает Да Да вот Поэтому обратился За советом Я говорю Вот эта ветка Ее надо отрезать Она уже изувечена Она не полноценна А вот это наоборот Остан Это будущее Крон А этого не знает Это такое впечатление Ведь эти же ветки Темиральевская академия Требует Никогда На взрослом дереве С нуля ветка С нуля ветка Будущая крона А здесь откуда А это моя фотография Ладно Там я его Покритиковал У него гниют все штамбы Вот так в воде стоят Вот так Я прямо руку Вот так Вот такие ямки Почему у него не вот такие ямки Хотя бы пологие Знаете А вот такие какие-то Маленькие вертикальные Как в стаканах Вот И там стоит вода везде И деревья полудохлые Вот И теперь значит Смотрим на мою фотографию Вот она перед вами Так Это привитое дерево Раз привитое Мы говорим Мы привыкли Они будут Не то что безобразные Но Ветка Она сильно выпрямлена Представляете Она в бок смотрит И тогда было бы все нормально Теперь Между двумя ветками Помните я говорил Это ветки Стали конкурентами Ладно бы Нагрузка Рассудировалась равномерно Допустим 5-8 веток Может быть 3-4-5 Ну Эти умники Придумали Что надо 3 Максимум 4 Остальные отрезать Здесь конечно Как бы Мое упущение А не бы Эти умники Эту ветку Б уже давно бы отрезали Так Чуть-чуть выпрямили А заметьте У меня он растет Криво В принципе вертикально Так Вот Что здесь получилось Я особо не стараюсь Ухаживать за ними Почему здесь вот Начала Портиться кора Она пользуется Потому Что между двумя ветками Возникло напряжение То есть Их растаскивает Вот так вот Растаскивает Как бы Давит Тяжесть Под собственной тяжестью И клетки Начинает Раздвигаться Как Растягиваться Вот И они теряют Прочность Эластичность И в этом месте В морозе Получается вот такая рана Вот Советников полно Здесь в принципе Я использую Почему Да Не досмотр Но отрезать было нельзя Думя годами раньше Я мог Выпрямить его Вот эту вертикальность Эту отрезать Оставить Помните мой метод Оставить Второстепенный Так Но уже И используется фотография По принципу Ну вот Что есть То есть Вы знаете Где она растет Это Это Самая Та самая Знаменитая Самая знаменитая Это В Бельгии Лесная красавица Вот я вам показывал Вот там Следующим за ней идет Та самая Я все говорил Тимоша Девять ветер собрал Эта самая Уссурийская Вот Я посадил соседу Он за нее заплатил Когда купил Бабушки напротив Дом Это я потом Укупил его И получилось Как посадил Так посадил На здоровье Но теперь Я использую Как экспонат Не все Ладно Вовремя Это не укоротили Встал бы Он знает Что-нибудь в этом Понятия не имеет Вот Далее Уже Получилось Неблагополучие К чему я Использую Как экспонат Раз здесь Признаки Умирания Получилось Вот этот Побег Трогать Его нельзя Точка Ой Сколько я Наговорил Ну Здесь Как В общем Там Мне эту Фотографию Прислали Прокомментировать Было это Давно Пять лет Назад Или четыре Вот Вот Что я Скажу Можно Такие вещи До минимума Снизить Когда Привой Опережает Подвой Мы допустим Приваем На Сливу На терна На Получу Абрикос Естественно Он В природе Гораздо Мышнее Деревья И такое Часто Случается Можно Свести К минимуму Вот такие Потери То есть Возможно Он последний год Живет Я не помню Почему Может быть У него Уже Хрона Отсыхает Видите Вот это место Неполная Совместимость Получилась Ну Будем Считать Что оно Живо Надеется Пять лет Прошло Яркий Пример Того Когда Привой Опережает Подвой А чтобы Это не Случалось Некоторые Секреты Мы Походу Будем Раскрывать Дело В том Что Потом Будет Успеваем Не успеваем Я Вторая Полна Должна Была Быть Другую Папочку Открыть Вот Еще Смотрите Вот Это Дерево Привито Но Привито Оно Высоко Этому Дереву Исполность Тридцать Лет Это Одна Из моих Груш Груш Замечатель На ней Привито Еще выше В скелет Несколько сортов Все они Плодоносят Я вас угощал Здесь Каждый год Ковром Лежат Груши Все Замечательно Ну скажите Почему я Железов Не убрал Вот эти Безобразные Ветки Еще раз говорю Прививки Выше Это Все Подвои Я в то время Привал Ну как Хотелось Побольше Испытать А 8 10 Прививок На Две Такие Одна И там Еще Одна Ну Часть Из них Прививок Потом Погибло Часть Плодоносят До сих пор Я о другом Вы видели Вот эти ветки Они почти Не плодоносят Ну вот Слева Видите Вот Почка Цветочная Вот она Прям Глаз режет Сами найдите Вот она Ну еще Может несколько Почек Там Дадут Плоды Все Вот Почему Я их Не убрал Потому Что Они Играют Важную Роль Помните Как это Самое Я вам Показывал Схему Из Книжки Там Секатор И центральный Корень Секатор Нацелился Отрезать И написано Слишком Длинный Корень Вот Вот Эта Дикость Была Там А вот Эти Ветки Этот самый Корень И кормит Вот Еще раз Схему Это Помните Это Самое Там Была Противоречие Соседней Страницы На одной Странице Была Схема Глюкоза Из листа Поступает Корнем Так и написано Корнем Вот Эти же Книги Учат Убивать Эти же Самые Ветки На которых Хотели Почему Это Знаете Когда Их Всегда Зимой Отрезают И Учат Вернее То есть Зимой Листьев Нет Плодов Нет Не Жалко Реш Вот Эти Вот Ветки Имеют Такую же Неплодосящие И Отрезать Неплодосящие Нельзя Это Часть Дерева Вспоминаем Там Дама Так Радовалась Оказывается Почки Взяли И Зацвели Оказывается У нее в руках Жалкое Подобие Саженца Которое Саженца Назвать Стыдно Она Оказывается Взрослая Она уже Плодоносить Будет Не надо Сдать Много лет Подтвердите Вы же Прежде чем Посадить Этот фильм Сами Посмотрели Как она Радовалась Что у нее В руках Взрослое Дерево Цветущее Вот это Жалкий Огрызок Так вот Кстати Только Она посадит Не только Почки Листики Все это Отвалится Она этого Еще не знает Каждый Этот Лезет Не в свое Дело Ой Так А это Называется Очень удачный Снимок Специально Не делал Я молодое Дерево Брал Черенки На прививку Обратил Внимание Что тут же Дерево Которое Еще бы Пару лет Подождать С урожаем Вот А оно Тут же Заложало Цветы Видите А я его Использую Почему Потому что Да Я Железо Утверждаю Что привитые Деревья Сами по себе Раньше Наступают Полношение Чем Сеянцевые Корнесобственные Причем Намного Раньше Особенно Если Подвой Хотя бы Двух-трех Летний Особенно Если Привой Не молодого Дерево Молодого Но не С новичка И тогда Уже Достаточно Брана Поставить Поставить С те же Груши Но Сеянцевые Но Еще Можно Ускорить Как Есть Такой Термин Перевод Ростовых Почек На Цветочные Подлый Я Железо Утверждаю Наблюдение Хорошее Часть Ветки Отрезав Вот Как Здесь Но Это Не Специально Я Закатал Черенки Так А Получилось Перевод Ростовых Веток На Цветочные И Она Плодовая Пусть Случайно Я Еще раз Говорю Здесь Это Вынуждено Просто Снимок Подвернулся Очень Удачный Но Когда Увидите Статья Книга Там Будет Просто Ветка Нарисована Боковая На Одной Тут же Рядом Она Же И Там Вот Так Раз И Часть Ее Под Почек Одну Из Почек Отрезана И Эта Почка На Следующий Год Становится Цветочная И Зацветает Называется Официально Перевод Ростовых Почек Цветочная То есть Она Еще бы Несколько лет Давала Побег Побег Те побеги Тоже побег Те побеги Побеги Вот И Кто-то Считает Что это Такое Ура Она Отрезанная Часть Эти Перешли На Цветение И Вместо Того Чтобы Закладывать Скелет Дальше Ну Понимайте Меня Если вы Не Видите Только Для Селекционеров Только Для того Это должно Быть Которые Это Делают Сознательно Попробовать Выплюнуть Сказать Я опять Ошибся Опять Кинули Опять Получил Несведомные Плоды Или Ура Сведомные Это Нормальный Человек Должен знать Никаких Резок Никаких Переводов То что Называется Ростовых Почек На Цветочные Это Запрещенный Прием Делать Нельзя Дерево Должно Иметь Своё Детство Не Калечья Так Ну что А теперь Мы Видим Ещё Одно Привитое Дерево Это Колонна Естественно Что С этой Колонны Не Было Срезано Пусть Вот Эта Ветка Не Дала Ни Одного Плода Вы Видели 20 30 Плодов Елена Александровна Подтвердите Вот Есть Фотографии С Плодами Есть Там Фильмы Мы Сыграли Плоды Падает Казалось Немного Но В лесе Прятались 20 30 Это Не Вырожай Это Для меня Болостой Не Было И Не Было Бы Она Никогда Мне Не Накормит Вот Я С Него Срезал Две Веточки А Я С Него Срезал А Да Кто Мне Заказал 20 Черенков Кто Мне Заказал 20 Черенков С Ходом Не Вспомню Выслал Из них Было Дветочки С Этого Дерева Просто Мне Не Хватало Для Количества Чтобы Разные Сорта Были Так Вот Это Называется Каламидная Баргусет Теперь Значит Почему Я Показываю В Течение Несколько Поколений Мне Не Удалось Добиться Полной Морозойкости Опять Ушли В Зиму С Листьями С Верхушные Почки Отмерзнут Деревья Они Пострадают Пусть С Нормальных Вкусных Яблочек Снял Они Сами Упали Я Яблоки Не Срываю Плодушки Берегу Вот Как Видите Опять Ушло Зиму Опять Зима Мягкая Может быть Впервые Они Отмерзнут Верхушные Почки Может быть Не знаю Но Я Просто Лишний раз Подчеркиваю Качество Варостойкости Утопиться Полноценно Не удалось Только благодаря тому Что здесь Подвой Сибирка Оно Не гибнет Но Оставляется Совой Кальция Все-таки Южного Дерева Канада Есть Канада Сами Понимаете Он реально Широте Курска Нормально Так Теперь Это Прям Питомники Снято Его почему-то Не купили Сергей На третий год Дал Плоды У меня два Таких дерева Было Вот одно И там еще одно Про то я рассказывал Про это нет Тут еще больше Груш Тут их Стоп 8 Просто не видно Это говорит Как раз О скороплодности Но при этом Дерево Нормальненькое Оно Немножко Мелковато Видимо Может Первый год Не позарились На него Потому что Оно Показалось Маленьким Может быть Где-то Было Чуть Мыша Калена Ну Еще два Года Всего Два Сполна года Оно Нормальное Плодоношение Нормальное Не знаю Купили его Или нет То купили Такое было Это я Показываю Просто для того Чтобы вы знали Что привитое дерево Дождаться Можно урожая Раньше Но и особенно Не надо стараться Почему Сейчас поймете В эту фотографию Я показывал Гепатогенная зона Хоть плачьте Хоть лоб Расшибайте Посадите Другое дерево Будет то же самое Третье То же самое Четвертое То же самое Так Панацея То что Привитое дерево Не спасает Морозостойкость Ни при чем Еще раз говорю Всегда Ранний урожай Это ненормально Уже здесь Вы должны Не уря кричать Как у Тадама Вот Стоит ли начинать Вот вопрос Смотрите Вот это вот У меня архив Это прививка Я его только Начал собирать Потому что Когда нибудь Надо чтобы Все это Оказалось Это должно быть Уже монографии Вот это вот Видите И у меня такая идея Родилась Я сейчас просто Понравится Вам не понравится Сейчас я попробую Часть этих фотографий Вы видели Часть не видели Вот До конца не собрал Но я хочу Сейчас Нельзя До бесконечной Сяприрь Как говорить Есть другие темы Сейчас быстро Пробежимся Так Хотя бы Самые важные Из них Посмотрим И Наверное Тему Прививок Закрою Подушечать фотографии Я уже использовал Вот Смотрите как Видите Вспоминайте Перевод На второстепенную Но и в то же время И нельзя трогать Эти ветки Ну так Как бы сказать Конспективно Пробежимся Вот Тем более Осталось 15 минут Прививка Лучной Копулировкой Много Есть На моих Дисках Учебных И в книгах Но как-то Не каждый Котов Кошелек Открыть Лучная Копулировка Такая фотография Что уже По моему И обещать Ничего не надо Вар Садовый Стал теперь Варом Бугаркова Вот И сейчас У нас Бывало Так Плюс 2 Плюс 5 Последний Вот я резал Чем-нибудь Ничего Уже Уже Достаточно Мягкий Чтобы замазывать Удобно Прививка Вращев Вот так Выглядит Заполняется Вся Вот эта Впадина Если с умом Видите Если длинный Вращев Самый лучший До сих пор Для меня Сколько бы Их не пробовал Это Секатор С храповиком То есть Очень удобно Толстые ветки Режет Идем дальше Значит Продолжение Темы Вот она Пленка Вот так Одним движением Делается Срез Почему Если у вас Не получился Срез Вы берете Чуть укорачиваете Снова Снова И бывает Эту бесценную Ветку А снизу Самая ценная Отрезается Отрезается А вы Никак еще Не приспособлены Самый Важный Совет Еще Время Есть Берите Декоросы Режьте 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 Дома Режьте Мусорите Режьте Замочек Прививыч Привыч И Совмещение Уже Это У меня Уже Не первое То есть Перед этим 2-3 поколения И когда Нормально Срастается Подвой С Привой Вырастает Нормально Вырастает Ну то есть Представим Себе Что это Не прививка А просто Наросло И хотя Это Прививка Хотя Это Хирургический Шок Хотя Срастание Это Все Таких Как То Может Не так Вы Как Будто Если Не Было Вообще Раны Но Видите Что Достигается За Один Сезон Такой Сезон Месяца 4 Еще Не Думают Даже Это Где то Август Вот Это Результат Вот Тогда Вот Тогда Они Вечными Становятся И Любая Зима Я уже Сплю Спокойно Так Вот Это Питомник Был Таким Лет Десять Назад И Сейчас Нет Это Семь Шесть Семь лет Назад Был Такой И Только Вот Это Было После Вот Этого То Есть Я не Болтун Можно Вырастить Сад Особо Не Напрягать Это Один Из Способов Не Просто Отрезать А Можно Использовать Для Прививки Для Испытания Нового Сорта Вот Здесь Самое Важное Что Землю Когда Я садил Земля Просела И Только Первый Год У меня Стояла Здесь Вода Потому Что Замерз Они Закопаны Здесь Просто Плохо Видно Вот А Потом Я Похватился И Вот Эти Вот Сделал Вот Эти Разрезы Эти Ножницами По металлу И Тогда Здесь Всегда Не сухо Здесь Влага Не стоит Просто Так Вот Это Важнейший Момент Обязательно Обратите Внимание Я Видел Такое Мне Присылали Фотографии Вот Такие Ж Ну Я Даже Покажу Если Дойдем Вот Здесь Вот Беда Привыка Почка Это Рука Самого Романа Исаева Очень Солидного Садовода Ученого Вот У него Прекрасный Был питомник На тот момент Кто-то Говорит Что он ушел С того Института Не знаю Я Мне дружил Единственное Письмо От него Было Вот Когда он Меня Морда Тыкал Сорта Не те То есть Неправильно Обозван Сорта Не тыкал Но Может По-доброму Так вот Это его Вот он Оставляет Эти пенечки Это Привыка Почки Если В жизнь Заставят Питомники Могут Только Почкой Как бы Мы их Не материли Потому что Используется В этом случае 5-10 раз Больше Почек С того же Маточного Сада Такой Такой Теряется Теряется С учетом Те Которые Еще Попадают Под нож Под срез Под клин Теряется 3-4-5 Почек Ради Одной Привыки А у него Все в дело Идут Поэтому Привыка Почка Это Судьба Питомников А все Ученые Подрабатывают Это же На продажу И вот Получается Что Он Оставляет Эти пенечки Ранка Меньше Чем Помните Третий Вариант Там Было Два Варианта Я вам Показывал Еще Уйдите Когда Вот так Срезается Напрочь Рана Большая Зато Пенечка Нет А вторая Все-таки Оставляется Рана Меньше Пенечка Нет Ну Как Ну Дажим Поаккуратнее Третий Вариант С пенечком Пенечек Начинает Отгнивать Получается И так Плохо И так Плохо И так Плохо Вот Фотографию Кто-то из друзей Присал Но я Все-таки Упрекнул Ну Молодец Вот И прививка У земли И растет Прекрасно Кроме одного Посадил В яму Видите Вот Это все Перекрывает Все достоинства Его работы Про это Мы проходили Заточка На два конца Вот Время Прививки Опять же Как видите Сергей Не подводит У земли На грани Зима Зима Весна Вот Значит Сейчас Я уже Время Мало Пропускаю Это Химера Про них Разговор Отдельный Но Если Химерам Ученые Относят С презрением Химера По науке Я никогда Не знаю Что это Что-то Нечто Не Жизнестойкое Научного Определения Не знаю В эндокрабе Не искал Слово Химера Помню Химерами Называли Лев с головой Человека Человек с головой Льва Ну Понятно Это Химера Отдельный Разговор Вот это Важнейший Разговор Помните Дрррр И листьев нет Одни раны Вот это Вот С этого Момента Начинается Здоровье Дерево Которое Должно прожить Тридцать Сорок лет Вот я вам Показывал Грушу Которую Тридцать лет И которой Даже ветки Не отрезаны Все Это Расположение Все Это Форма Листа Наклон Листа Так Количество Листьев Не тронут Их там Только Для того Чтобы здесь Было Сухо Но Почему Этого Никто Не Видит Но Почему Надо Все Изувечить А Ну Пожалуйста А ведь это Сеидис Посмотрите С плодами Третий Год Вот Вот она Обычно Было бы Это Были бы Обычные Ветки Но Прививка Неудачная Надо быстрее Что сделать Прививки Зацвести Скорее 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 Не до роста А это Один из Садов Немой Конечно Из рента Извеченные Деревья Ну Что он Вырастет Ну что После этой Прививки У него Будут Яблоки Шиши У него Будут Яблоки Деревья Изувеченные Этой Самой Известью Ей Эта Известь Так Нужна Прямо Жизжить Мечтали Когда Покрасить Сделать Страшную Рану И что После Этого Береть Ну Конечно Дерево Неблагополучное Но После Того Когда Вот Это Покрасили То Гудроном То Л Лак Мастика Долматого Вот Она Точно Погибла Дышать Нечем Ну Здесь Кто-то Пытался Может Эксперимент Провести Вот Поздновато Конечно Такие Толстые Плевать Ну Ладно Что есть То есть Лучше Вовремя Это Импорт Экспорт Здесь У меня Нету Никаких Недостатков Это Кто-то Из Иностранцев Учит Нас Убогих Прививать Вот Здесь Он Доучился До того Что У него Получается Смотрите Видите Тут Даже Щель Остается То ли Ненебрежность Писать То ли Специально Но У них Только Калус С Калусом Вернее Не Этот Самый А Не Калус Этот Самый Камбий Видите Он Чтобы Совпал Они Сделали Такую Хедровую Штуку Вот Такой Вот Видите Этот Самый Кусочек Разрез Грубая Работа Я По крайней мере Делаю Так Чтобы Тут Вообще Щели Не Было А у них Только Вот Это Место Совпадает Потом Вот Это Замазать Так Чтобы Все Это Гнило Тоже Я Этого Не Понимаю Вот Это Видите Какой Язык Пре Паре Даже Не Английский По-моему Так Хрен его Знают Во всяком Случа Так Нас Учить А Это Откуда Берется Догадываетесь Наши Умники Переносят Свои Статьи Вот Этот Нож Мне писали Фотографии Говорят Это Тот Самый Как У вас Германии А Черт Его Знает Потому Что Здесь Есть Это Маркировка А На Моем Ноже Ее Нет Но Мой Точно Германский Германии А В этот Прислали Ну Вылеты Я Смотрел Да Заклепки Все Совпадали Может Будь Заточен Одну Сторон Может Стал Другая Может Лучше Моего Ну Вот Смутила Вот Это Вот Маркировка Так А Наш Это Время Истекло Ребята Ну Что Сколько Я Всего Интересно Вот Это Импорт Экспорт Ужас Насучен Убогих Видите Вот Ну Хорошо Проявляется Видите Что Вот Здесь Щель Мне Это Коробит Буквально Что Им Трудно Сделать Ровный Срез Просто Не Умеет Чтобы Он Полностью Закрывал Вот Раннее Просыпание Что Делать С Этими Побегами Когда Мертвая Прививка Да Пусть Себе Растет Если Абрикос Касается Ну Все Друзья Наше Время Истекло Значит Может Быть Знаете Каждый Раз Готовлюсь Именно К Этому Именно К Этому Но Тут Так Происходит Обязательно Кто Письмо Пишет Сейчас Немедленно Дать Ответ Вот Результат На Саму Прививку Вы Потрапили Очень Мало Времени Но Мы По Кусочку Фактически Все Это Изучили Вспоминайте Это Только Маленькая Часть Моей Фотографии Я Только Начал Собирать Так Ну Что В наше Время На Стекло Чем Будем Заниматься В следующий Раз Посмотрим Вот Вопросов Много Ответов Тоже Много Антон Валерьевич Давайте Переключаемся Все